Евгений Пермяк, на все цвета радуги, толковый мальчик. Из всех дедушкиных были-небыли, Миша больше всего любил рассказ про хмельную вишню. Рассказ про то, как жадная мельничиха, чтобы не выбрасывать вишню, на которой настаивала настойку, решила скормить ягоды уткам, и как утки съели эти хмельные ягоды и повалились вверх лапками. Очень смеялся Миша, когда жадная мельничиха хмельных уток приняла задохлых и ощипала их до перышка, чтобы добро не пропадало. И еще громче хохотал Миша над концом рассказа, когда голые ощипанные утки в себя пришли. Ожили. На ноги поднялись, и мельничиха на всю улицу выла. Уток жалела. И дед хохотал, рассказывая эту смешную байку. А внук задумался и сказал. А что, дедушка, если лесную птицу хмельными ягодами накормить? Бери тогда большущих тетеревов без ружья. Дед вначале посмеялся над внуковой выдумкой, а потом задумался. И было над чем. В тайге зимой тетерева держатся стайками. Голодные птицы падки на всякую пищу. И если насыпать тетеревам хмельных можжевеловых ягод, брусники, черники и всего того, чем они кормятся, может быть и в самом деле без ружья можно будет птицу добывать. Поразмыслил дед над внуковой подсказкой и принялся настаивать хмельные ягоды. Хоть и не верил дед в эту хитрость, а отчего не попробовать, внука не потешить. Настоял дед множество ягод. Чуть ли не целая лукошка их наморозил. Отправился с внуком в тайгу на тетеревинное место. Поставил кормушку в виде столика, насыпал на стол хмельное угощение и был таков. Вечером, внук, придем, посмотрим, что будет. Пришел Миша с дедом под вечерок. Крадутся к полянке. Видят, по кормушке большущий тетерев ходит. Пошатывается. Не спугнуть бы, предупреждает дед. Какой там? Тетерев себя не помнит, никого не видит. Бормочет, как пьяный дурак. Бери и клади его в мешок. Так и сделали. А корм где? Спрашивает дед. Неужто все лукошка один съел? Сказал. Так и видит, неподалеку от кормушки другой пьяненький тетерев валяется. А потом и третий. Стали ходить вокруг хмельной привады. И столько хмельных тетеревов набрали, что и мешок тесен оказался. Чуть ли не в пляс пустился дед. И не столько добычи рад, сколько тому, что внук его, Миша, сообразительным, толковым мальчиком растет. А это всего дороже. Дорого было и то, что не для погибели внук заполучил столько тетеревов. А для пользы оскудевших дикой царь-птицей лесов. На другой день приехали из птичьей переселенской конторы и спрашивают. Ну как, Мишенька, протрезвели твои крылатые забулдыги? В полной исправности, отвечает вместо Миши дед. Только я им для похмелки еще винной брусники подсыпал. Сонными-то им легче будет в клетках дальнюю дорогу перенести. И не почуют, как за тысячу верст окажутся, и дальний лес за свой родной примут. Примут и птенцов выседят. А птенцы-то, шутит дед, подрастут и постоянную прописку получат. Тульскую, брянскую, московскую, питерскую. Одним словом, ту, куда умчат их на ту-ту. Счастливый Миша получил за бескровную охоту, что положено, и хороший сон увидел. Тетеров к нему прилетел и пробормотал на спинке стула, сидичи. Спасибо тебе, Михаил Семенович, за то, что ты меня без моего испуга взял. Страху не нагнал в меня и в богатый кормом лес переселил. За это жалую тебе почетный значок на школьную курточку. Удивительного в том нет, что Тетеров во сне Мишу значком за охрану природы наградил. Во сне всякое случается. Но то, что проснувшийся Миша на своей школьной курточке приколотой тетеревинной лапой значок за охрану природы увидел, это уж ни в какие ворота не лезет. Если не считать, что у внука дед был, который умел всякие и разные сны показывать, и своего Мишу похожим на себя растить. Добрым, умным и толковым мальчиком.